Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн и по многочисленным запросам я снимаю замечательное видео с прекрасным врачом-косметологом Эльнарой. Все вы знаете уже Эльнару, я снимала не раз с ней видео. Эльнара моя давняя подруга, я доверяю полностью Эльнаре свое лицо. После того, как Эльнара ответит на ваши вопросы, мы покажем, что Эльнара будет делать с моим лицом. Вы увидите процедуру до и после, поэтому не переключайтесь. Эльнара, расскажи, пожалуйста, о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня затронем очень интересную тему, которая волнует многих. Вне зависимости от возраста, конечно, с возрастом это волнует больше, но я думаю, что годам к 25-30 мы уже сталкиваемся с такой проблемой, как нехватка объемов на лице, то есть будь то подглазничная область, либо носогубная складка, либо область под губами. Мы сегодня поговорим о том, чтобы каким образом надолго и эффективно и безопасно восстановить объемы, устранить признаки усталости и устранить признаки возрастной. Если мы берем конкретно твое лицо, красивое, очень ухоженное, но то есть именно там, где не хватает объема, это вот подглазничная область, небольшого количества носогубной складки, чуть-чуть под углами рта. И я немножечко приподниму сколовую дугу, что придаст такой кошачий взгляд. Сегодня мы будем работать на вот этом препаратике. Один из самых лучших препаратов, гиалуроновая кислота, ну, в общем, очень классно, кто разбирает длительное действие, да? Да. Супер. Хотелось бы узнать по поводу длительности результата. Все зависит от того, в какие слои мы вводим препарат, и самое важное, это какой препарат мы вводим, то есть важно понимать, чем мы работаем, и куда мы работаем, и зачем мы работаем. От шести месяцев до полутора лет, в зависимости от препарата плотности, эластичности и так далее. Обменных процессов тоже, несомненно, зависит, то есть чем активнее обменные процессы, тем быстрее идет биодеградация препарата. Стоимость и побочные эффекты. Если вам предлагают контурную пластику за 20 тысяч, за 20-30 тысяч, ну, уже надо услониться вообще в качестве этого препарата, потому что это ваше лицо, да? То есть вводить препарат, который может дать в последующем либо аллергию, либо формировать гранулемы, да, не дай бог, либо какое-то вот бактериальное обсемнение, это же очень опасно, то есть с этим потом придется бороться, с этим придется жить, с этого придется страдать. То есть если выбирать именно хорошие препараты, то они, как правило, все дорогие, где-то порядка от 350 долларов и выше в зависимости, опять-таки, какая плотность препарата, на какую зону он предназначен и так далее. Нынешние препараты на основе елеуроновой кислоты, они настолько хорошо очищены от белковых компонентов, что, в принципе, не вызывают аллергию. Другое дело, что, допустим, гиалуроновая кислота плюс аминокислоты, да? Гиалуроновая кислота плюс лидокаин, да? То есть вот эти вот вспомогательные компоненты, они могут вызвать аллергию, но, естественно, об этом нужно знать, об этом опять-таки спросит ваш доктор. Противопоказания, естественно, есть. Склонность к гилоидным рубцам. Аутоиммунные заболевания в стадии обострения являются тоже противопоказанием. Естественно, любое заболевание, которое сопровождается повышением температуры, является тоже противопоказанием абсолютным. Воспалительный процесс на коже в момент именно проведения процедуры тоже является абсолютным противопоказанием. Беременность, лактация являются относительным противопоказанием, но я все-таки стараюсь не работать с такими пациентками, потому что, в принципе, беременность уже сама по себе прекрасна и, в общем-то, кожа всегда работает хорошо в эти моменты. По поводу лактации, ну, первые три-четыре месяца после окончания беременности, думаю, не стоит. С какого возраста рекомендуется делать? Есть ли ограничения? Ограничения, естественно, детский, подростковый возраст является, по-моему, чисто так, ну, нравственно-этическим противопоказанием. Взрослый возраст, когда мы уже не можем справиться без гирургического вмешательства, опять-таки, для того, чтобы не давать слишком больших надежд, которые потом не оправдаются, да, когда у пациента слишком завышенные требования по отношению к процедуре, это является тоже противопоказанием. То есть здесь вот тоже такой момент, что нужно объяснять, когда мы можем помочь, когда нет. А так, в принципе, все инъекционные процедуры, я в прошлый раз уже говорила, еще раз повторюсь, что это все процедуры для молодых, когда еще нет таких выраженных изменений, потому что филеры это не панацея, они не могут сделать из старого лица совершенно молодое, естественно, когда слишком выражены носогубные складки, я не смогу ввести столько филера, куда бы ни водить, уже будет неестественно, и мы не добьемся хорошего, красивого результата. Из какого возраста, ну, вот здесь, опять-таки, если уже есть, существует проблема, если она, эта проблема не нивелируется, допустим, другими какими-то процедурами, то я думаю, что это уже повод задуматься о том, чтобы поработать более такими серьезными препаратами. Как часто можно делать такие процедуры? По необходимости. Длительность эффекта, вот, то, что мы сегодня будем делать тебе, 18 месяцев. Я уверена, что результат продлится дольше, где-то порядка 24 месяцев, да? То есть через 2 года ты ко мне придешь снова на эту процедуру. То есть как часто, по необходимости, то есть в зависимости от того, какой препарат был выбран. То есть если, допустим, для решения носослезной борозды был выбран препарат, который очень тонкий и плотность его небольшая, концентрация небольшая, то есть он действует максимум год, то, соответственно, год и два, и вы можете уже повторить, повторять процедуру. Какой филлер самый плотный, дольше всего держится? И можно ли одновременно одним шприцем убрать носогубки и добавить объем губкам? Ну, лучше тогда понимать, почему образуются носогубные складки, потому что вводить просто в носогубную складку не совсем верно. Мы добавляем вес, добавляем объем, то есть будет результат, но он будет недолгий, то есть где-то полгода. Для того, чтобы решить вопрос с носогубными складками, нужно решать вопрос именно со средней третьей, то, что мы сегодня будем делать. То есть восстановление объема на средней третьей, тем самым поднимается вот эта часть, и носогубная складка не вывелируется. И уже небольшое количество там как бы отшлифовать требуется для того, чтобы полностью уже сделать красивую эту область. Естественно, тот препарат, которым мы будем работать на средней третьей, в нашем случае именно та марка, которой мы будем сегодня работать, она не предполагает работу с губами, то есть на губы филлер нужен другой. Есть препараты, которые имеют, есть в компании, которые имеют в своей линейке три препарата. Естественно, там средний препарат, средней плотности берем, то можно работать, допустим, и с носогубной складкой, и с губами. Но не наш случай, не сегодняшний, потому что мы будем работать с компанией Теоксан, швейцарский препарат, это самая большая олигейка филлеров. У них есть отдельная для губ Теосиаль Кис, то, что мы будем делать Теосиаль Альтимейт, это как раз-таки работа со средней третьей носогубной складкой. После процедуры когда можно будет планировать беременность? Беременность никаким образом не влияет. На закладку органов ребенка никаким образом не влияет. Другое дело, что именно во время беременности стоит ли делать, почему? Потому что ваша чувствительность на препарат, на болезненность, то есть если мы сегодня будем делать, Жень, ты будешь чувствовать манипуляцию, то во время беременности, согласитесь, чувствительность другая, да? И вот именно на вот эту манипуляцию, именно самого прокола, вот этого неприятного ощущения, вот эти моменты, то есть на беременность саму нет, не влияет. Больно будет? Неприятно, то есть ты будешь чувствовать манипуляцию, но это будет не больно. Не обезболиваешь? Я в данном случае не работаю с анестезией, чтобы была твоя чувствительность, потому что она мне важна Обалдеть Изменяется ли выражение лица, мимика после такой инъекции? Мимика нет ни в коем случае, потому что на мимические мальчины мы не работаем Выражение лица, пожалуй, да То есть уставшее лицо становится свежим лицом Есть ли привыкание и что будет, если перестать колоть? Нет, такого не бывает, потому что гиалуроновая кислота просто распадается и все И все, то есть не появляется никаких новых там То есть не появляется морщинистой кожи после Не появляется там опавших мышц То есть я тоже слышала вот такие мифы Очень интересно так послушать иногда Сколько нужно добавить гиалуронки в губы, если они тоненькие, чтобы не было эффекта, как у утки? Сколько препарата нужно на губы? Но опять-таки все очень индивидуально, потому что смотря как поднимать То есть можно создать объем губы, не трогая губу То есть это по типу, как создать подушку Наверняка многие знают, когда одевают брекет, ощущение, что губы пухлее стали Потому что именно на слизистой под губой лежит вот этот вот брекет И чуть губа становится пухлее То есть можно вот таким образом сделать и создать объем Можно ввести в саму губу То есть в зависимости опять от того, что мы хотим получить Эффект утки, ну опять-таки, с гиалуроновой кислотой очень сложно добиться такого результата Нет, можно, когда 3-4 шприца, но простите, это тоже, да, немножечко То есть если вы попали к косметологу, у которого есть чувство прекрасного Навряд ли он такое сделает Сколько должна сохраняться при пухлости и норма ли при пальпации ощущения геля в течение 2-3 недель? Смотря какой препарат вам ввели, есть монофазные, есть бифазные Бифазные, к сожалению, не могут давать такое вот ощущение именно при пальпации самого геля, шариков, комочков Как правило, в течение 2-3 недель это уходит То есть если препарат был бифазный, то он может давать такое ощущение Опять-таки, зависит от плотности Сколько должна сохраняться при пухлости? Все зависит от препарата, максимум 72 часа, на мой взгляд, теми препаратами, которыми я работаю При пухлости где? На области губ, если, скорее всего, да То есть губы 72 часа Растягивает ли кожу под глазами какой риск неравномерного распределения бугристости? Есть пара знакомых, которые хотели убрать в патинке под глазами, так называемый Тиосиаль Но получили при пухлость и бугристость Какой филер подходит лучше всего? То есть если препарат был выбран правильно, по идее не должно быть при пухлости и бугристости Неправильно выбран либо препарат, либо техника введения была нарушена Как можно сделать овал лица более четким? Вот это как раз таки то, что я очень люблю работать именно с контурами лица То есть это как раз таки вот послойная волюметрия Восстановление объемов там, где они необходимы И векторный лифтинг За счет этого вот более четкий овал Ну вот мы сегодня как раз таки будем проводить эту процедуру Все увидите? В 20 лет есть носогубные складки, что делать? Повод обратиться к ортодонту Возможно это действительно генетически То есть посмотреть на родителей Если у них есть, существуют такие складки То в общем-то уже тогда повод обратиться к косметологу В 20-30 лет такую глубокую генетическую складку можно решить В 40 лет уже будет сложнее, гораздо сложнее работать Так, спроси пожалуйста, носогубки это когда плывут щечки вниз И если их сразу накачать филером, значит еще больше усугубить проблему Утяжеляется низ лица и оно становится мужеподобным Это процедура больше для женщин с тонкой кожей, со слабо выраженной подкожной клетчаткой Так ли это? На самом деле начало вопроса, вот это как раз таки о том, что мы говорили Что решение появления носогубной складки это не проблема только этой зоны То есть это проблема средней, третьей Восстанавливать нужно именно всю эту зону По поводу того, что становится тяжелее, да, становится тяжелее То есть, но делать ли это лицом мужеподобным, навряд ли, думаю По поводу толщины подкожной жировой клетчатки согласна Здесь опять-таки выбирается, подбирается тот или иной препарат Либо подбирается техника введения В зависимости от толщины носогубной складки, от толщины подкожной жировой клетчатки Гиалуронка притягивает воду Если по утрам лицо отекает Не будет ли это выглядеть именно в этих зонах еще хуже? Где зона филлера? Все в зависимости от того, какой филлер ввели опять-таки И сколько его ввели Потому что вот здесь с филлерами гиперкоррекции как раз таки и не должно существовать То, что вот мы как раз говорили Бугристость, припухлость после введения Это ввели много филлера То есть я думаю так То есть была нарушена техника введения И количество препарата И препарат сам был выбран неправильно Поэтому я ни на своих знакомых Ни на своих друзьях Вот тем, которым я не видела Не слышала я от них Такой проблемы Что дает какую-то отечность по утрам Более сильную То есть если в течение трех суток такое бывает То потом это быть не должно Стоит ли заполнять носогубку, если она генетически Практически с детства, как у мамы Но мне не нравится она Хотя 30 лет морщин практически нет на лице Я думаю, что стоит Потому что если вам она не нравится То стоит, конечно, с ней поработать У меня носогубки с подросткового возраста Три года назад колола Мне было 27 лет Но полностью они не ушли Да, они очень сильно сгладились И даже спустя такое количество времени Не вернулись в прежнее состояние Но мне все-таки хотелось их полностью убрать Это возможно? Может мастер плохой попался? Или может больше препаратов колоть? Или смотрится ненатурально? Я думаю, что если вы хотите сделать себе Совершенно плоское лицо Это будет смотреться ненатурально То есть все равно небольшое углубление У нас на этой зоне будет Так же, как и у детей Да? Да, и на детей тоже смотрят Да, то есть у 10-12-летних Уже небольшое углубление Потому что это четко разделение Плюс еще само строение То есть нужно понимать, что анатомически Эта зона должна углубляться Небольшое углубление быть Если у вас препараты По истечении 3-х лет Носогубные складки не усугубились Это говорит о том, что мастер был очень хороший Да И возможно стоит с ним снова обратиться Для того, чтобы докорректировать Те проблемы, которые у вас за эти 3 года возникли Чтобы нивелировать их И соответственно Сгладить, так скажем Вот эту саму носогубную Можно ли колоть при куперозе Мелкая сосудистая сеточка? Вообще Ильнар удаляет купероз 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 это такое сосудистое Большое заболевание Характеризующееся Появление мелкой сеточки Кровеносных сосудов Украина розового цвета Но бывает еще немножечко Синюшная такая В зависимости от того, какое звено Микроциркуляции страдает Венозная или бактериальная При куперозе я рекомендую Проходить курт биоревитализации Почему? Потому что введение гиалуроновой кислоты Нестабилизированной гиалуроновой кислоты Интрадермально Способствует улучшению сосудистого русла Кожи И тем самым снижением напряжения В каком бы то русле ни было То есть либо это артериальное звено страдает Либо венозное Уменьшение всех этих проблем И уплотнение самого дермального аппарата И колоть филеры при куперозе можно А биоревитализацию даже нужно То есть это одно из Таких эффективных методов лечения Биоревитализация Можно ли сформировать ярко выраженные скулы? Конечно Можно увеличить скуловую дугу Если есть необходимость Можно увеличить как латеральную Так и медиальную скуловую дугу В зависимости от той проблемы Которая у вас существует Также филеры, да? Да Непосредственно перед инъекцией Нужно ли делать какие-то процедуры? Мне косметолог рассказывал про пилинг И еще что-то там в этом роде Или это развод? Улучшение качества кожи Однозначно это хорошо То есть если у вас есть проблемы Как гиперкератоз Я думаю, что пилинг будет неплохо Перед процедурой Сказать, что это улучшит результат После филера нет Наличие, вот именно Проведение биоревитализации Я думаю, что да Это удлинит действие филера Выделите для себя актуальность проблемы На что стоит обратить внимание Если есть проблемы именно со временем Ходить к косметологу Опять-таки финансовые затруднения Выделите для себя основное, что необходимо То есть посоветуйтесь с косметологом Он вам поможет определиться Именно с первостепенными задачами Которые нужно справиться Почему так? Для того, чтобы вы сразу же себе нравились Очень важно встать и нравиться себе Мне так кажется, да? Мигрирует ли гель в щеки при активной минике? Нет Этого быть не должно Потому что гиалуроновая кислота В принципе не должна мигрировать Потом, смотря в каких слоях мы работаем Смотря что мы вводим, куда вводим Но если все было правильно выбрано То этого быть не должно Если носогубные глубокие морщины То колят филлеры или ботокс? Ботокс на носогубные складки Колится ортетка Больше при неврологических таких вот Заболеваниях, которые характеризуются Гиперфункцией мышцы, поднимающей угол вта Она формирует вот здесь вот такие вот Достаточно То есть это все на мимике отражается То есть постоянно такой немножечко Как оскаленный вид В таких случаях колется ботокс Именно колоть по всей длине носогубные складки Ботуристический токсин Очень крайне опасно Потому что может вызвать паралич Артикуляции, жевательных мышц Даже не то, что жевательных мышц То есть это будет страдать артикуляция Будет... Женщина у меня приходила У нее даже была сухость рта Долго, очень слизистой То есть ботуристический токсин не колется на сугубный склад Можно ли делать такую процедуру При сахарном диабете? Сахарный диабет какого типа? Первого, второго? Насколько он компенсирован? В принципе противопоказаний здесь такого нет То есть если это стадия обострения Либо вторичные изменения Так что осложнение Патисахарного диабета То стоит подумать Насколько это необходимо Если все компенсировано То можно Про носозлезную борозду интересно Так как у меня грыжи под глазами Наследственные Хотела узнать Насколько эффективна данная процедура При грыжах Долго ли держится эффект? Не будет ли последствий После рассасывания Таких как растягивание кожи У век еще больше обвисания Ниже на век все Ну грыжи уже является Противопоказанием Для того чтобы работать Со слезной бороздой Если она Большая Если она небольшая То мы можем визуально Чуть уменьшить ее Улучшить состояние кожи под глазами Здесь опять-таки Лучше определиться Пойдете ли вы к хирургу Пластическому или нет Если вы настроены Идти к пластическому хирургу То лучше сначала Сходить к пластику Убрать саму грыжу А потом уже проработать Остатки С гиалуроновой кислотой Если вы Категорический противник Пластических операций То опять-таки Все При визуальном осмотре Необходимо все-таки Посоветоваться Как с хирургом Так и с косметологом Для того, чтобы определиться Со своим выбором Какая глубина Складок для уколов Должна быть? Я думаю, что Стоит начинать тогда Когда лицо уже уставшее Когда вот они Дают грусть Такую печаль на лице Когда уже Туда закладывается карандаш То это уже Наверное поздновато То есть не то, что поздновато А как бы сложнее То есть Не в один этап Придется тогда работать Чем больше выражены изменения Тем дольше И тем дороже Работать И тем не такой Будет хороший результат Насколько эффективны Инъекции гиалуронки Против темных кругов Под глазами? Вот препарат Redensity Ice Redensity 2 Теосиаль Великолепно борются Ими темными кругами Под глазами Потому что он содержит Гиалуроновую кислоту И дермореструктуризирующий комплекс Который Как раз-таки Работает На осветление Действительно Результаты потрясающие Мне очень нравится Что у многих это проблемы Да Все там Спрашивают Какие корректирующие средства Нужны там Чтобы убрать Зачем их постоянно корректируют Если можно Прийти и убрать В принципе да То есть Здесь опять-таки Единственное Что количество препаратов Будет в данном случае Тогда небольшое Если просто Лишить вопрос Именно С темными кругами То есть Самое главное Чтобы вам не вели Много Слишком Чтобы не было отек То есть Небольшое количество препаратов Он как раз-таки Решит проблему С темными кругами Но при этом Не даст припухлости Отличности После введения филера Образуется фиброз ткани Он опасен? Ну вот Фиброз ткани На самом деле Да Это интересный вопрос Потому что Действительно После введения филеров Как после любой травмы Образуется фиброз Когда мы работаем с филерами Мы делаем Контролируемый фиброз Почему Вот Девушка Которая 27 лет Делала носогубные И у нее до сих пор Сохранился результат Это именно за счет Этого фиброза Который контролирует Фиброз Который удерживает ткани Я думаю Что это не опасно Потому что В принципе Это все контролируем Насколько это плохо Опять-таки Смотря какой препарат Если препарат Хорошо очищен Если Техника введения Не была нарушена Если Не вводилась Именно на фоне Воспалительных Каких-то процессов То Фиброз В данном случае Он достаточно быстро Уходит В общем-то Сейчас В носогубные Складки Вводят Свой жир Да Который Берут С частей Тела Результат Говорят На 5 лет Спроси косметолога Что она об этом знает Вот Липофилинг Действительно Хорошая процедура Но вот К сожалению До 5 лет То есть До 5 лет Это максимум Здесь опять-таки Все зависит От скорости Обменных процессов Я не видела Таких результатов Чтобы до 5 лет Все-таки Год-полтора Работа с носогубными Складками Подразумевает Работа со средней Третью То есть Введение просто На носогубные Складки Собственного жира Он все равно Будет смещаться Возможно Даже как бы В статическом положении Лицо будет красиво Как только начинается Мимика Я видела такие результаты Когда чуть-чуть Контурировалась Правда ли Что Когда начинаешь Колоть гиалуронку Организм Перестает вырабатывать Свою собственную Гиалуроновую кислоту А также Начинает активно Вырабатывать Антагонист Гиалуронки Который ее расширяет Со временем Организм теряет Навыки выработки Гиалуронки В этих областях Но продолжает Ее расщеплять Гиалуроновая кислота Вырабатывается В нашем организме Во всех тканях И органах Она присутствует В том числе В коже Кожа такой же орган Как и все остальные С возрастом Перекращается Снижается Выработка Гиалуроновой кислоты За счет того Что происходит Старение Дермы И клетки Которые Продуцируют Гиалуроновой кислотой Их становится меньше Они вырабатывают Более Низкого качества Гиалуроновой кислоты Меньше удерживают Влагу И так далее То есть От того Что мы ввели Гиалуроновую кислоту От того Что мы ввели Филлер Вот это Никаким образом На фибробласт На эти клеточки Никаким образом Не подействует По поводу Антагониста Гиалуроновой кислоты То есть Гиалуронидаза То есть Она должна Вырабатываться В нашем организме То есть Таким образом Идет смена Это вот такой биохимический процесс, то есть гиалуроновая кислота выработалась, она удержала влагу, запустила обменные процессы, потом выработалась гиалуронидаза, разрушила ту гиалуроновую кислоту и выработалась новая хорошая. Чем выше уровень гиалуронидаза, тем лучше качество вырабатывается гиалуроновая кислота. То есть от того, что мы вводим гиалуроновую кислоту, это тоже на качество дальнейшей именно кожи никаким образом не подействует. Когда вы пойдете делать контурную пластику, однозначно важен выбор доктора. Очень важно, чтобы это был действительно врач, чтобы было высшее медицинское образование, потому что важно понимать, чтобы доктор колол именно туда, куда нужно, чтобы он отдавал себе отчет, чтобы он знал опасные анатомические зоны, чтобы не было осложнений. И важно, чтобы вам показали, каким препаратом будут работать, показали сертификаты этих препаратов, чтобы вам дали наклейки после, то есть на каждом препарате дается наклейка после, где ставится число, чтобы вы знали, какой препарат вам сделали, какого лота, какой срок годности у него и так далее. То есть все вот эти моменты, которые обезопасят вас от нежелательных последствий, которые, к сожалению, бывают немало. Сейчас, на внешнем рынке, к сожалению, бывают осложнения, которые потом приходится решать. И иногда сталкиваешься действительно с непонятными такими препаратами, которые даже не знаешь, какого происхождения они. Ну все, спасибо огромное, Эльнара. Я думаю, что ты ответила на все волнующие вопросы. Да, я постаралась. Да, я постаралась. Молодец. Я думаю, многим девушкам пригодится эта информация. Если у вас будут какие-то новые вопросы, то не стесняйтесь, можете приходить к Эльнаре на консультацию, которая совершенно бесплатная. И с любыми вопросами Эльнара, я думаю, справится. Ну, постараюсь помочь. Да, сейчас вы увидите процедуру, результат до и после. Вы сейчас увидите. Проблема моя. Сейчас я без макияжа абсолютно. Только глаза. Вот они у меня, впадины. Если вы думаете, что у меня нет проблем, вы ошибаетесь. Потому что многие начали писать, Женя, ты так молодая, красивая, что ты там себе постоянно уродуешь, то диспорт, то теперь носогубный склад. Девчонки, если бы я этого всего не делала, тогда бы я была бы уже давно уставшей, серенькой девочкой. Ух, ребята, как мне страшно, потому что ничего не обезболивает. Но я думаю, что я вытерплю. Ну, Эльнара говорит, что это такая терпимая, не такая уж и болезненная процедура. Очень важно здесь сохранять чувствительность. Почему? Потому что для того, чтобы я могла регулировать именно зоны введения. Так, Женечка, да? Дыши. Тебе не больно? Такое впечатление, что я себе прищипы давлю. Слушай, как классно. Да? Вот прям видно сразу эффект. Это ты сейчас, получается, скуловую добавила, да? Да, да. Обалдет, девчонки, вы видите? Какое волшебство! Я даже буду все улыбаться, но хотя Эльнар сказал, можно. Вообще кайф. Здесь, к сожалению, синячок. Да, здесь синячок, но он рассосется, поэтому у меня такая кожа, вот она бывает. Смотрите, действительно, ты подглащи сделала, да? Убрало, прям реально синячок убрало и впадингу вот это убрало. Я в шоке, какое волшебство, девчонки. Ну, кровь немножко идет, но у меня руки трясутся, пипец. Но не больно, просто жутковато немножко, да, но не больно и быстро. Класс, какой класс. Смотрите. Здесь мы не делали низ, а здесь мы сделали. Посмотрите, какая разница. Это пипец, да? Улыбаться можно, но я просто боюсь. Посмотрите. Результат просто вот грандиозный. Вал лица, посмотрите, как изменился. Стал более четким и носогубка. Это носогубка, это вообще. Скулы, посмотрите, тоже скуловая дуга, какая стала. В общем, я секси, да? Супер. Так, покраснения все пройдут. И в течение трех недель результат будет еще усиливаться, результат филлеров, да? Как это правильно сказать? Вот. Все. Огромное. В течение трех недель будет результат усиливаться за счет того, что филлер начинает работать, ткани укладываются, принимают ту форму, которую мы им придали. И через три недели Женя будет вообще просто отпад. Класс. Спасибо тебе огромное, Эль. На здоровье. Так, и мимика моя осталась прежней. Посмотрите, я улыбаюсь, все мои ямочки на месте, все на месте. Ха-ха-ха, брови швелятся.